В дорогостоящей операции нуждается маленький житель Нижневартовска Паша Копатилов. Он родился полтора месяца назад с диагнозом косолапия левой стопы. Если не провести лечение, патология, с которой малыш появился на свет, помешает мальчику полноценно передвигаться. Операцию могут сделать в Санкт-Петербурге, но для этого нужна сумма, которой у семьи нет. Сегодня средства собирает газета «Коммерсант» и сайт «Русфонд». Как можно помочь Паше, узнаете в материале Кирилла Волконского. Игры на детской площадке и полноценное общение со сверстниками для полуторамесячного Паши Копатилова в будущем. Но они могут стать несбыточной мечтой. Малыш родился с диагнозом косолапия левой стопы. Патологию местные врачи обнаружили только после рождения ребенка. Выход из ситуации родители малыша стали искать сразу же, как только узнали о проблеме. На призыв о помощи откликнулись авторы проекта «На встречу жизни», где помогают детям с подобными заболеваниями. И порекомендовали для лечения метод панцетти. Изначально, конечно, думали, что можно исправить это все менее, скажем так, травматичными методами, без операций. Но потом, когда изучили информацию подробно, поняли, что массажами и прочим здесь не обойтись. То есть, что это длительное гипсование, это операция. Метод панцетти, придуманный и разработанный всемирно известным хирургом-ортопедом, в России начали применять всего десятилетия назад. Но за это время отечественные доктора помогли тысячам детей. Хирурги Петербурга, которые и займутся исправлением косолапия Паши, уже разработали план лечения. Мальчику придется сделать несколько гипсований, провести ахилотомию и переместить сухожилия. После этого у малыша есть все шансы на выздоровление и полноценную жизнь. В зависимости от степени косолапости гипсовых повязок в этих этапах может быть либо 6, либо 8. После этого гипс снимается и делается небольшое оперативное лечение. Оно проводится под местной анестезией, так называемая ахилотомия. То есть там делаются насечки на ахиловом сухожилии для того, чтобы нормально работали мышцы. И после этого одевается специальная обувь, которая называется брейсинг. И где-то уже через 2-3 месяца ребенок начинает, у него правильно работают мышцы и в последующем он нормально ходит. Лечение по методу Панцетти можно сделать только на платной основе. Это 120 тысяч. Таких средств у молодой семьи нет. Дело в том, что муж один работает. Сумма пока, скажем так, в настоящее время неподъемная. Сразу не найти этих денег, то есть их нет. А лечение требуется уже сейчас, так как это более эффективно считается, чем раньше начинается. Нам сразу предложили консультанты клиники обратиться за помощью в Росфонд. Мы собрали документы, отправили на рассмотрение, их приняли. Сегодня наши коллеги из газеты Коммерсант, а также сайт русфонд.ру начали сбор средств для лечения малыша. Они соберут 86 тысяч рублей. Жители Югры и Тюменской области также просят внести свою лепту. Не хватает 34 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте сообщение со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость каждого 75 рублей. Также можно воспользоваться мобильным приложением. Подробности на сайте Росфонда. Кирилл Волконский, Нурфанабеев, Вести Югории, Нижневартов.